Приветствую вас. Хотел сегодня показать такой забавный бой, когда мне попался оппонент второго уровня. Вроде бы такое, ничего страшного, но, как оказалось, он меня может удивить. То есть, вот, можно наблюдать, посмотреть на мою армию. Здесь у нас присутствуют, соответственно, два отряда Ярики, один слегка ветеранин с бонусом на атаку. У него четыре Black Tortoise Force, то есть черепашки, выбранные за свои соотношения цены, и, в принципе, таких очень-очень средненьких для своей цены статов, но они сильнее, чем белые тигры. И я вижу, как у моего оппонента радостно два отряда белых тигров. Здесь у него матчлок качи, то есть, по сути, самураи со старыми ружьями генерал. И в центре наблюдаю, как радостно бегут французы Infanterie de Marine. Соответственно, очень неприятный для меня юнит, потому что они в одиночку могут многое, поэтому я сразу начинаю обходные маневры справа и слева кавалерии. Здесь, вдруг из леса, вываливается еще один отряд матчлок качи, но оппонент, на самом деле, сделал ошибку, взяв эти отряды. Они хоть и дешевые, но при этом они очень быстро умирают, и, в принципе, лучшим было вместо двух отрядов взять один отряд линейной пехоты. В центре я группируюсь возле ключевого здания, ставлю три своих отряда против двух его, подходит генерал. Здесь начинается атака моей кавалерии. Удар здесь, соответственно, тоже. И тут я вижу, что два отряда кавалерии он выводит из засады. Но здесь отряд его быстро стоп, но я, чтобы помочь перестрелке, ударяю в тыл белым тигром. Здесь же, соответственно, отряд предотвратил захват этого здания, что очень немаловажно, потому что это броня и защита в рукопашной. И, соответственно, отряд освободился. Он еще очень полный. И здесь, потому что перестрелку мы все время очень сильно проигрываем. Поэтому можно посмотреть просто по количеству залпов. Поэтому мы принимаем решение, ударяем в тюл инфантери де марин. Сейчас вы видите, как они начнут погибать резко. Вот они уже, соответственно, потеряли немало. Уже почти пол отряда полегло. Почти. Здесь продолжается рукопашный. То есть остатки какие-то его все бегают. Освободилась кавалерия. Мою кавалерию раздолбали. Двигаю вперед генерала, чтобы просто выиграть время, пока мои ребята додавливают эту пехоту или как-то отвлекают на себя внимание. Здесь инфантери де марин справились, но мы выбиваем его тигров. Этот отряд еще вернется. Здесь идет удар в генерала очень мощный. Но здесь, соответственно, его пехота сильно понесла потери. То есть он мог прорваться в тюл, ударить туда, но он занялся непонятными разъездами совершенно. Поэтому можно посмотреть, что здесь мы прикончили его пехот. Освободились отряды. Они будут добивать сейчас французов. Этот отряд восстановился и вернулся. Здесь остались только черепахи, по сути. Погиб генерал. Прорывается его, соответственно, ярики отряд. Видно ветеранский. Но он уже сильно-сильно потрепан. Здесь мои ребята побежали. Его генерал постарался. Но инфантери де марин перестрелку двумя отрядами почти полнокровно не выдерживает. К счастью, удар к тылу им очень сильно повлиял. Здесь не выдерживают ярики. Вот, остается только, по сути, в длина. Здесь произошло забавное происшествие. Мои бегущие ребята врезали в белых тигров. И те, соответственно, побежали. Ну, здесь остается только генерал, который сейчас попытается войти в рукопашную. Но такого залпа не выдержит. Даже ему вот он сдался. Полный разгром. Ну, тут оппонент сделал ошибку, вложившись в два отряда. Хотя силы у нас примерно по численности равны. Но, увы, мне удалось, собравшись здесь в меньшем количестве, чем он, соответственно, ответить ему аккуратным и просто сдерживанием линейной пехоты. Вот такой вот забавный бой.